Десять лет назад Валентина Михина после перенесенного инсульта решила продать свою двухкомнатную квартиру в районе Дашково-Песочня. Она доверилась своей знакомой, поскольку не знала, как нужно заключать такие сделки. Я обратилась к Ивановой Ирине. Она продавала квартиру мою. А доверенности она сделала на ногу, на свою подружку, которую я вообще не знала. Доверенность на постороннего человека – идеальная махинация. Валентина Михина делала так, как говорила ее приятельница Ирина Иванова. По словам нашей героини, ее помощницы продали квартиру, изрядно выпили, ушли в загул, в ходе которого деньги оказались у Ивановой, а женщина, на которую была написана доверенность, начала их поиски. А когда она очухалась, пошла туда за деньгами-то, ее, Ирину, уже закрыли, понимаете. Посадили ее, она была в последнем уголовном делу. И она, нога, нашла только 200 тысяч. 200 тысяч. И вот купили за 130 дом, это мужу моему бывшему, я с ним развелась. Вот. А нам ничего не купили. После этого Ольга, нога, поселила Валентину Михину сюда, в квартиру своей сестры. Здесь же ее и прописали. Затем в 2008 году выписали. В 2009-м наша героиня получила второй инсульт и живет здесь по сей день со своим сыном, который ослеп и практически обездвижен также в результате инсульта. Тоже без прописки. И парень, у него инсульт был. Да. Не могу ничего делать. Ни грубо, ничего. Судебные тяжбы идут на протяжении всех 10 лет. По факту, судебное решение о возврате потерпевшей денег за продажу квартиры было вынесено. Но Ольга, нога, на которую легла ответственность за все произошедшее, к этому моменту уже умерла. Человек, с которого взысканы деньги, умер. И, соответственно, можно теперь только посмотреть, являлось ли он собственным какого имущества и есть ли наследники. То есть, если наследники есть, то можно обратиться в суд к наследникам и взыскать этот долг. Другой вариант – доказать, что на момент продажи жилья Валентина Михина не отдавала отчет своим действиям. По факту, вся проблема этой истории в том, что изначально нужно было выбирать правильных людей для совершения сделок. Адвокаты рекомендуют заниматься продажей квартиры лично. А если составлять доверенность, то только с одним условием. В доверенности должно быть четко прописано, какие полномочия по получению денег имеет ваш поверенный. Я считаю, что надо всегда указывать, если предоставляется право получения денег за вас, указывать, что фактом передачи денег является расписка. То есть, этот пункт надо обязательно в доверенности указать. То есть, если расписки нет, значит, деньги не были переданы. То есть, это какие-то минимальные гарантии, то, что вас не обманут. По словам нашей героини, ее сумел обмануть даже адвокат. Он прописал в доверенности в качестве своих полномочий возможность получать за Валентину Михину деньги и принадлежащее ей имущество. Получил ли он что-то, неизвестно. За несколько судебных заседаний наша героиня отдала за услуги адвокатов около 30 тысяч рублей. Хотя в соответствии с федеральным законом номер 324 инвалидам 1 и 2 групп предоставляется бесплатная юридическая помощь. Областная палата адвокатов также является участником этих мероприятий. Так что, граждане, будьте внимательны, доверяйте продажу квартир только проверенным людям. И всегда читайте то, что подписываете, не забывая советоваться с юристами.